Как это будет? Регион практически готов к празднованию 70-летия Победы. На заседании правительства обсудили организационные вопросы предстоящего события. В текущем году еще 195 ветеранов реализуют свое право на улучшение жилищных условий. Всего в нашей области проживает 21 тысяча ветеранов войны. Из них 1608 человек – участники и инвалиды войны. Все категории ветеранов войны получат единовременную денежную выплату к 9 мая. Размер которой для участников инвалидов войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников в концлагерей, также членов семьи погибших и умерших участников инвалидов войны, составит 7 тысяч рублей. Для тружеников тыла – 3 тысячи. Театры и музеи подготовят к памятной дате тематические мероприятия. Например, в Палихе готовится выставка «Великая отечественная война» в произведениях художников Палиха. Главной выставочной площадкой станет музей Бурылина, где откроется крупная выставка «Реликвии Великой Отечественной войны», посвященная ратному и трудовому подвигу ивановцев, где социально-психологический портрет войны формируется через представление подвига народа и отдельного человека – от рядового солдата до полководца. Работы, приуроченные к годовщине Победы, в Иванове с наступлением мая не закончатся. Продолжится ремонт улиц, которые носят имена героев войны. Появится мемориальный комплекс в память о полке Нормандии «Неман» и сквер блокадников. К 9 мая горожане наконец-таки увидят и обновленную аллею славы, которая располагается напротив памятника героям фронта и тыла. Полностью работы завершат к концу июня текущего года. Обновленные дорожки, мощенные плиткой, малоархитектурной формой и наружное освещение логично вольются в общую архитектуру города, как место для прогулок и отдыха. Работы стоимостью свыше 18 миллионов рублей выполняются за счет средств городского бюджета. 9 мая праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах. В областном центре для удобства жителей будет сразу несколько праздничных площадок в разных частях города. В день праздного 9 мая в дополнение к основному торжеству умерял героем фронта и тыла, ставшим уже доброй традицией. В городе будут оборудованы три площадки для демонстрации военной техники. Площади Пушкина, Победы и площадка перед ТРК «Ясень», на которых будет организована работа полевых кухонь с раздачей солдатской каши. Кульминация праздника намечена на 22 часа. Это будет орудийный салют по 10 залпов из трех гаубиц и 15-минутный фейерверк на площади Пушкина в Иванове. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Продолжение следует...